Привет, меня зовут Дима Меткин. Я занимаюсь съемкой рекламы, созданием брендированного фото и видеоконтента для разных крупных и известных компаний. А еще я веду этот видеоблог. Мне сильно повезло, я довольно рано нашел любимое дело и начал им профессионально заниматься и зарабатывать им на жизнь. И могу с уверенностью сказать, что это огромное счастье заниматься тем, что любишь, да еще и получать за это деньги. Поэтому сегодня я решил, что могу немного подытожить опыт и представить, что бы я делал, если бы сейчас мне нужно было начать заново или попробовать себя в чем-то другом. Думаю, этот выпуск будет полезен многим и, возможно, даже смотивирует кого-то, наконец, взяться за дело. Так что заваривайте любимый напиток, берите печеньки, бумагу с ручкой и мы начнем. И перед тем, как начать. У тебя есть любимое дело. То, чем ты, в общем-то, и так занимаешься, хотя тебе за это не платят. А делаешь, потому что не можешь не делать. Я думаю, что те, кто когда-либо испытывал, не перепутают это чувство. Так вот, тебя стали посещать мысли, что, в общем-то, ты неплох в этом деле и, возможно, даже немного лучше делаешь свою работу, чем, например, другие, увлеченные тем же, чем и ты. Еще лучше, если твои знакомые, окружение и просто незнакомые люди стали постоянно говорить и советовать тебе, что тебе было бы неплохо задуматься о том, чтобы начать брать за это деньги и превратить свою профессию. Знай, вот это самый крутой индикатор, значит, пора действовать. Вообще, есть целая куча вариантов, как можно монетизировать любимое дело. Но сегодня поговорим об одном из самых очевидных, когда ты оказываешь услуги кому-то другому в обмен на деньги. Хотя, скорее всего, что эти советы будут работать, если ты хочешь продавать какой-то товар. Но этим я никогда не занимался, поэтому не могу гарантировать. Итак, ты фотограф, оператор, режиссер, вяжешь, лепишь, красишь, стрижешь, строишь, печешь, как моя сестра. Вырезаешь по дереву, учишь языкам, организуешь дни рождения и так далее и тому подобное. В общем, все, что только можно представить. Ты умеешь это делать и уверен в своих силах. И тебе нужны первые клиенты, чтобы сдвинуться с места. Итак, мы подходим к первому шагу. Собери свои лучшие работы в одном удобном месте. И тут есть два важных момента, о которых нужно упомянуть. Первое. Собери именно лучшие работы, а не все. Ну, то есть, не стоит задача показать весь твой опыт. Нужно показать лучшие по твоему мнению. Это может быть 10-15 твоих лучших фотографий, 3-5 роликов или нарезка лучших моментов из роликов, так называемый шоурил. Дизайн, изделие, которое ты делал и все вот это вот, что может показать, что ты умеешь это делать. Второй важный момент – это собрать все в удобном месте. Я имею в виду, что это должно быть у тебя всегда под рукой. В идеале, это какая-то ссылка на ресурс, где все лежит в одном удобном месте. Не обязательно это должен быть персональный сайт. На первых порах он не нужен, да и в общем-то не только на первых порах. В конце концов, на дворе 2019 год. Живем в будущем. Это может быть ссылка на файлообменник или какая-нибудь презентация или PDF-файл. Можно даже зарегистрировать отдельный инстаграм для этого, ну или там создать альбом в какой-нибудь соцсети. В общем, еще раз, тебе нужны какие-то работы, которые ты уже можешь показать и возможность сделать это быстро, удобно и доступно для тех, кому ты это отправляешь. Все твои друзья, родные, знакомые и просто люди, с которыми ты контактируешь в жизни, должны знать о том, чем ты занимаешься. Возьми телефонную книгу, плюс список всех своих друзей в социальных сетях. И прямо пройдись по нему и напиши всем. Расскажи всем знакомым о своих намерениях. Пиши просто, четко и по делу. Что-то вроде «Я предупреждал, что нужно взять листик и ручку». Как-то примерно так. Нужно, конечно, переделать под себя, но думаю, что общая суть ясна. Плюс не забывай, что необязательно только писать. Кому-то можно позвонить или рассказать при встрече. Например, рассказывать можно сразу же тем людям, с которыми ты познакомился. При этом обязательно не забудь оставить свои контакты. Вообще, нужно стремиться к тому, чтобы для новых людей, с которыми ты знакомишься, ты стал ассоциироваться с тем, чем ты занимаешься. Мне кажется, это вообще очень показательно, если тебя будут записывать в телефоне, например, твое имя, фамилия, плюс то, чем ты занимаешься. Я уверен, что у многих записан, как Дима Меткин фотограф. Рекомендую проработать второй шаг максимально хорошо и качественно. Именно с этого шага, по моему мнению, начинается то, что обычно называют сарафанным радио. Скорее всего, уже на этом этапе, при условии, что ты делаешь свое дело хорошо и вообще по жизни человек хороший, ты можешь найти их первых клиентов. Ну а мы переходим к третьему шагу. Заяви о себе миру. Следующий шаг заключается в том, чтобы рассказать о себе и о том, чем ты занимаешься, как можно большему количеству людей. Это можно сделать десятками разных способов, вроде той же рекламы, но все это требует денег и часто немалых. Я предлагаю немного другой подход. Я называю его принцип ромашки. Вам нужно предложить сотрудничество другим людям или компаниям, которые занимаются чем-то смежным, но при этом ваша услуга может потребоваться и клиентам. Сейчас поясню. Предположим, вы хотите снимать рекламу. Вы находите рекламный или диджитал агентство, у которых уже есть клиенты. Или, например, предлагаете сотрудничество фрилансеру, который делает дизайн и у него тоже уже есть какая-то клиентская база. Или, предположим, вы печете торты на заказ. Нашли кафе, в котором часто празднуют дни рождения и свадьбы, и у них нет своего кондитера, но при этом они могли бы включить это в свои услуги. Ну или нам предложили рекомендовать вас, например, ведущему или там визажисту. В общем, думаю, понятно. Следуя этому принципу, вам нужно сосредоточиться не на поиске одного индивидуального заказчика, а найти человека или компанию, вокруг которой заказчики собираются, и предложить им взаимовыгодное сотрудничество. Также рекомендуйте их и договоритесь заранее о взаимовыгодной схеме, которая будет выгодна всем. Это может быть либо банальный процент, либо какой-то бартер. Главное, чтобы это было выгодно всем трем сторонам. И вам, и вашему партнеру, и самое главное, клиенту. Конечно, не забывайте рассказать о себе и о том, чем вы занимаетесь в социальных сетях и разных сообществах в интернете. Не стоит забывать и недооценивать этот инструмент. На этапе, когда вы только нарабатываете своих первых клиентов и применяете эти первые три шага, очень важно помнить о цели. Зачем вам это? Я вижу две первостепенных задачи. Первое, это запустить сарафанное радио, чтобы о вас начали узнавать и создать первоначальный поток клиентов. Второе, это создать прецедент первого клиента и первых полученных денег на любимом деле. Так вы поднимете свою самооценку и уверенность в себе, плюс ваш мозг поймет, что теперь вы можете зарабатывать на том, что любите. Давайте кратко подытожим. Первое, вам нужно собрать свои лучшие работы в одном удобном месте. Два, рассказать своим друзьям, близким и ближайшему окружению о намерениях. Три, сотрудничайте с другими и помните про принцип, о котором я вам рассказал. И не забывайте делиться успехами в интернете. Кто-то сейчас сидит и наверняка думает, ну да, блин, конечно, все так просто, я так и поверил. А как же бизнес-план, таблицы, бизнес-консультанты, инвестиции и прочие умные слова? Не может быть все так просто. А вот и может, скажу я. Все, что нужно, это твердое намерение, немного времени и капелька смелости, чтобы сделать первый шаг. Вы наверняка и без меня интуитивно знали и понимаете это. Осталось только сделать. У меня есть для вас предложение. Давайте активнее общаться. Предлагаю в комментариях написать о том, чем вы занимаетесь. Написать, где вы находитесь. Приложить ссылку, где можно посмотреть на работы. И давайте активно знакомиться. Я верю в то, что наверняка тут найдутся ребята, которые могут познакомиться и быть полезными и поддерживать друг друга. Желаю всем заниматься тем, что любите и стать успешными в своем деле. Надеюсь, ролик был полезен для вас. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны. Отправьте видео другу, которому видео может быть полезно. Увидимся в новых роликах. Пока-пока. Нажми на кружочек, чтобы подписаться на канал. Еще обязательно подпишись на инстаграм Дима Миткина. И посмотри ролик в правой части экрана, который предлагает себе мой друг искусственный интеллект YouTube. Иначе мы захватим мир. Я предупредила. Продолжение следует.